итак здесь более-менее разобрались именно с что касается аж текст с файлом возвращаюсь на главную страницу админки смотрите что происходит общий статус 85 процентов то есть мы уже достаточно серьезно защитились смотрим в общем статусе у нас с вами здесь 85 давай теперь посмотрим запретить новые учетные записи администратора до перейдем сюда и посмотрим на эту вкладку вкладка защита сессии пользователей защита сессии пользователей неудачные попытки и администраторы логина давайте посмотрим вот эти вот параметры активировать дам дальше защита перехвата сессии защищает от угона сессии то есть некая такая защита то есть я не какой-то разработчик да я не специалист по угоны с этим и так далее да что я тоже как бы не супер в этом но я понимаю примерно что это такое защитить сессия да то есть у нас на сайте 15-минутная сессия есть прежде чем система будет автоматически разлогинывать нас на сайте то есть сессию нас сдается если вы знаете вот общих настройках дальше система и вот здесь вот есть время жизни сессии вот об этом идет речь то здесь не рекомендуется вставлять большую сессию до в целях безопасности вот об этом речь идет соответственно есть еще какие-то некое некие угоны сессии поэтому мы с вами можем от этого тоже защититься ниже каким группам пользователей на вашем сайте примените защиту группы которым оба выше варианта то есть это вот это вот активировать и защиты перехвата сессии будут применяться то есть здесь можно кликнуть пустое поле назначить еще группы пользователей кому это защита будет применяться но по умолчанию стать супер юзер то есть это мы администратор нашего сайта думаю только к супер юзерам и надо это применять дальше классная тоже обще опция по настройке защите сайта неудачные попытки три попытки неудачных авторизоваться ставим да ну то есть уже стоит да если поставим нет то не будет ограничений на попытке авторизоваться на сайте то есть пока человек не вспомнит пароль будет тыкаться в это поле сколько ему надо то есть это защита получается как раз от подбора паролей три попытки а потом блокируется там по ip адресу или еще как и здесь ниже выбрать мониторить какие попытки только неудачные попытки оба неудачной попытки интерфейс и бэконды то есть у нас же может быть на сайте модуль выводится авторизации и вот здесь мы выбираем только на фронтальной части сайта или только в админке или там и там мониторить вот это вот а три попытки авторизации вот он выбор только неудачной попытки бэконды интерфейса но это фронтальная часть бэконда поставим на ваше усмотрение на самом деле можно из оставить обе следующая опция записать в журнале то есть есть такой тут некий журнал ведется статистика а всяких неудачных попытках входа об удачных попытках входа на сайт статистику лучше на собирать я думаю поэтому здесь и поставляем да и отправлять на email по почте администратору то есть ну смотрите сами я поставил да и дальше что делать с айпи адресом данного пользователя которая не может войти на сайт да ну может быть он подбирает пароли какой злоумышленник ничего не делать можно выбрать или добавить айпи адрес в динамический черный список ну оставляем да конечно добавить где эти списки и где их посмотреть также можем будет позже посмотреть где это находится следующая опция отправить по электронной почте при успешном входе на сайт но представьте если будет много народу вас там авторизовываться постоянно будет отправляться почта стоит помолчу нет следующий не позволяет супер пользователям то есть нам администратор войти в систему интерфейс стоит нет оставим нет запретить новые учетные записи администратора вот он как раз запретить создание новых учетных записей администратора новые учетные записи автоматически будут удалены да конечно вот 10 вот этот важный момент мы станем за надо мы не хотим новых администраторов то есть они по идее здесь так просто и не зарегистрируются там же специальные права назначаются администратору то есть только мы можем с админки создать новых администраторов но вдруг каким-то способом они попытаются создать. А таким образом создать абсолютно не получится. Выбираем здесь да и нажимаем сохранить. Включая только опцию, мы наблюдаем, что мы защитились уже на 90%. Итак, что мы имеем? В общем статусе 90% у нас все ок, кроме двухфакторной модификации. Расширенные статусы здесь все на ок 100%. И дальше у нас здесь глобальная. Конфигурация. Joomla версия написана. Конфигурация MySQL и конфигурация PHP. Здесь показана наша версия PHP 7.2.7. И ограничение памяти 512 МБ. То есть, чтобы нам добиться здесь 100%, нам придется включить двухфакторную модификацию. Давайте посмотрим, как это делается. Переходим еще раз в наши плагины. Отсортируем. Отключено. Двухфакторная аутентификация Google. Заходим. Позволяет пользователям сайта использовать двухфакторную аутентификацию с использованием Google аутентификатор. Или другой совместным генератором одноразовых паролей для использования двухфакторной аутентификации. И здесь можно выбрать, что мы защищаем одноразовым паролем с сайта, панель управления, или оба. Но, смотрите, просто авторизоваться на сайте для обычных пользователей это будет преграда, это будет неудобно, проблема. Пускай, давайте пока сделаем только для панели управления, то есть для админки, настроить такую аутентификацию. То есть, я выбираю панель управления. Выбираю включить и сохранить. После этого, если мы разлогинемся и зайдем в нашу админку уже по скрытому паролю, мы здесь увидим дополнительную защиту, дополнительное поле секретного ключа. После включения Google аутентификации у нас показано, что 100% защита с сайта. Но мы с вами не до конца настроили Google аутентификацию, то есть мы с вами даже ничего еще не сделали. Если я нажму выход, смотрите, поле для секретного ключа я вижу, но я без него произвожу авторизацию. Далее вам надо пройти в менеджер пользователей, увидеть здесь себя, супер юзер, зайти, и здесь вот есть вкладка, да, то есть вот она, двухфакторная аутентификация. Здесь надо Google аутентификация выбрать. Как я уже говорил ранее, я не буду настраивать полностью Google аутентификацию, я думаю, здесь вы сами сможете разобраться, почитать документацию, так как это на самом деле накладно. Для меня вот так вот авторизовываться. Вот здесь вот, кто еще до конца не понял, вкратце, полностью раскрывает, что это такое. Вот он. Данный плагин позволяет вам использовать Google аутентификацию или совместное приложение для двухфакторов аутентификации. То есть, помимо ввода, логина и пароля, вам потребуется ввести шестизначный циферный код, сгенерированный Google аутентификацию. Данный код меняется каждый 30 секунд. 30 секунд прошло, код получается недействительный. Вот какого рода защита здесь. Это обеспечит дополнительную защиту от хакеров, даже в том случае, если у них оказался ваш пароль. Вот это вот на 30 секунд, который. Здесь рекомендация прочитать детально. Здесь вот есть ссылки на приложение Google. Вы можете перейти, ознакомиться с Google аутентификацию более детально. И при желании, я думаю, не составит труда, вам организовать, то есть, полную настройку, чтобы это уже работало прямо на сайте. Я же у себя это использовать не буду, поэтому отключаю эту опцию. Мы с вами защитились достаточно сильно, но далеко не все опции еще с вами рассмотрели. Находясь на этой вкладке, где мы с вами защищались от сессии, мы видим еще достаточное количество всевозможных вкладок. Давайте их рассмотрим. Начнем с первой списки. Первый динамический блэк-лист. Блок IP-адресов динамические. И выбор да, нет. Если происходит какая-то активность с какого-то IP-адреса, ниже, видите, в секундах, время блокировки в секундах, 600 секунд, в течение которых IP останется заблокирован. Но здесь стоит все правильно, я тут ничего не трогаю. Вот ниже, смотрите, здесь есть черный список IP-адреса, которые будут отключены, и вы можете указать IP-адрес или диапазон IP в следующих форматах. И показан, какой формат. Также можно вручную прописать новый IP и нажать добавить. импортировать и экспортировать. И также есть кнопка удалить. Дальше это черный список. Дальше динамические черные списки. IP-адреса блокируются на определенное количество секунд, поскольку они превысили максимальное количество подозрительных запросов. Ну, либо какой-то подозрительный запрос по мнению компонента Security Check, либо это слишком часто какое-то обращение к сайту. Слишком, ну, часто много каких-то пробует авторизоваться много раз или еще что-то быстро, много страниц открывает и так далее. И также есть белый список. Белый список, вот, показан, ваш текущий IP, добавить в белый список, добавить. У меня добавляется сразу в белый список, сразу вот здесь вот видите, мой IP, страна, то есть я. и вот можно удалить потом отсюда. Но мой IP добавился в белый список сейчас, чтобы на него ничего не действовало случайно вдруг. Ниже опция максимальное количество попыток взлома, можете указать, в принципе, 5, пускай стоит, нормально здесь уже стоит. И описание, да, когда это число будет достигнуто, любые IP будут добавлены в динамический черный список. Это понятно. Черный список включать в уведомление по электронной почте я не рекомендую ставить. Может так получиться, если ваш сайт достаточно активный, много народу. Так или иначе, просто будет выглядеть как спам, будет сыпаться на ваш электронный ящик вот эти вот уведомления о том, что в черный список там кто-то попал. Лучше вы зайдете, когда вам удобно, в админку и сами будете видеть журнал, кто, где, тут, куда попал. В черный список, в белый и так далее. Ну и глобальные параметры, приоритеты. В принципе, здесь можно оставить все как есть, без изменений. Дальше у нас есть вкладка методы. Методы проверки. Но здесь выбора никакого нет. Здесь, в принципе, продолжаем дальше. Режимы. Есть строгий, есть предупреждение и описание. Позволяет выбрать режим, в котором подозрительные запросы будут рассмотрены как строгий или показывать сообщение об ошибке предупреждения. То есть, ну просто предупреждение или строго, а скорее всего, будет как-то блокироваться. В общем, оставляем строгий. Дальше журналы. Записывать в журнале все атаки на систему. да, конечно, пускай идет статистика, это полезно. Записывать в журнале все атаки, да, дни после удаления логов. Видите, сколько дней журналы должны хранить, прежде чем они будут удалены. Видите, ноль, если вы не хотите удалять журналы. То есть, ну, чистка такая, да, когда нам статистика уже более поздняя, нам неинтересна. И после 60 дней статистика будет обновляться, удаляться старая. Следующее, максимальное количество записанных в журнале IP в день. Ну, ноль, это говорит, что нет ограничений. Когда это число будет достигнуто любым IP, тогда он добавляется в динамический черный список. Следующий опция, добавить геоблок. Добавить новую запись каждый раз, когда IP пытается получить доступ к сайту. Ну, стоит нет, оставим нет. Добавить ли в журнал попытки несанкционированного доступа из запрещенных IP адресов. Добавить ли в журнал, ну, не знаю, оставляем нет. На ваше усмотрение здесь. Я оставил нет. Следующая опция достаточно интересная. Перенаправление. Перенаправление при обнаружении атаки. Да, если атака обнаружена, запрос будет перенаправлен на указанную страницу ошибки. Нет, подключение будет отклонено. То есть, если перенаправить ставим да, дальше опция перенаправления страница ошибки джумала по умолчанию или моя собственная страница. Если указываете моя собственная страница, тогда веб-сайт внизу урок, куда злоумышленник будет перенаправляться. То есть, вы заранее создаете страницу для злоумышленников, да, какой-то для них готовите текст, потом получаете, ну, адрес страницы, там, посмотрите, какой урол у вашей страницы, да, альяс, скорее всего. Просто дописываете здесь вот страницу вот к вашему адресу, и тот, кто взламывает сайт, он будет перенаправляться на эту страницу. И также есть ниже сообщение для заблокированных IP-адресов. Сообщение показывается заблокированным IP-адресам, пытающимся получить доступ к вашему сайту, да. Здесь уже есть какое-то демо-описание на английском языке. Здесь можете прописать на русском языке. Если не знаете, что написать, просто возьмите вот это предложение, скопируйте, переведите через какой-нибудь переводчик онлайн и более-менее вам даст это понятие, что здесь можно написать. Следующий, второй уровень защиты. Здесь, значит, перенаправление. Второй уровень защиты обеспечивает дополнительный уровень защиты в зависимости от количества вхождения ключевых слов, используемых в атаках. При этом второй уровень мы получаем защиту от новых атак. Хотя запросы могут быть задержаны в результатах дальнейшего анализа. Здесь стоит да. Перенаправление при подозрительных шаблонах стоит да. То есть мы это все оставляем, это все полезно. Предел подозрительных слов. Это предел подозрительных слов, которые могут быть найдены в запросе для отклонения запроса. Вот здесь вы смотрите список подозрительных слов. Черный список слов для нахождения фильтром. Значение, разделенное запятыми. Но я даже вот не знаю, какие слова здесь можно. Здесь уже через запятые видно использованы. Распространенные варианты. Если вы в этом разбираетесь, в этом поле можно через запятую вот эти вот слова записать. Следующая вкладка довольно-таки важная. Эмейл-уведомления. Глобальные параметры. Отправлять эмейлы. Установить да для рассылки электронных писем. Стоит нет, оставляем нет. Тема. Здесь тема письма. И тело. Это значит сообщение самого письма. Глобальные параметры. Кому? То есть это какие-то некие уведомления, важные от системы. Какие будут приходить. То есть тема сообщения. Здесь. Исходя из вот этого английского описания. Здесь оповещение. Здесь. Обратите внимание, пожалуйста, в журнал. На вашем сайте. Там внесены какие-то данные. Ну, то есть какие-то атаки были. Еще что-то было. И происходит оповещение. То есть вы для себя вот здесь вот помечаете на русском языке, чтобы вы сразу знали, что с вашего сайта приходит вам письмо. Значит, здесь вы пишете свой email администратора. Указываете. То есть все, если вы настроили какие-то оповещалки с этого компонента об атаках и так далее, это будет настраиваться здесь. То есть заголовок темы этого письма и какой-то штатный здесь заголовок. Типа проверьте ваш журнал, вашего сайта. То есть это кому ваш email от email. Тоже ставите ваш email, да. И имя. Здесь можно писать, например, название вашего сайта. И можно даже проверить, отправить тест по электронной почте. Естественно, если вы компонент тестируете сейчас на локальной машине, отправить письмо вы не сможете, скорее всего. Я сейчас на хостинге и давайте попробуем отправить. То есть имя я напишу Федор, чтобы сразу видеть, кому свой email и от тоже проставить свой email и отправить тест по электронной почте. Тестов письмо было успешно отправлено, нам система говорит. Давайте проверим почту. Действительно, письмо пришло. Вы видите, вот я то, что назвал его Федор, да, и вот он Security Check Pro. Здесь тоже можете по-русски написать. Переходим. Это тест от Security Check Pro. То есть вот такого рода письмо будет вам приходить, естественно, когда система будет вам высылать уже автоматически, как типа проверьте свой журнал. Следующий момент здесь добавить примененное правило в письмо стоит да, нет, оставляем да. Добавить строку с примененным правилом email. Ограничить на количество писем. В принципе, видите, можно поставить ограничение, если слишком много будет вам присылать, установите максимальное количество писем для отправки каждый день, то есть в день. Ну, то есть будет переноситься, скорее всего, если 30 у вас в день набежало каких-то там журналов посмотреть, да, то десятка, наверное, будет переноситься на второй день, на вторые сутки, то есть можете оставить, чтобы уведомляло, то есть отправить email и тогда ставим да, если нужно. Здесь выставите, например, там 10 писем в день, например, 20, ну тут на ваше усмотрение.